Лето 42-го. Свободная охота. Иван Пстыга со своими ведомыми на Илах ищет колонны противника. Везде пусто. Немцы будто вымерли. Летчики уже хотели разворачиваться, но вот на горизонте появилось огромное озеро. Вдруг лейтенант Василий Батраков, заместитель Пстыга, передает «Командир, да вы только посмотрите!» Вокруг озера стоит куча техники, буквально сотни автомобилей, бензозаправщиков и мотоциклов. Озеро же все в головешках, немцы купаются. Должно быть, вражеская колонна, встретив на своем пути водоем, устроила здесь привал. Солдаты, вероятно, от самоуверенности потеряли бдительность. Ну подождите, устроим вам сейчас русскую баню. Промахнуться здесь было просто невозможно. Первые бомбы сбросили в воду. Озеро буквально закипело, фашистов оглушило взрывной волной и многие стали тонуть. К тому же в разные стороны разлетелись осколки и уже с первых минут противник многих не досчитался. Затем штурмовики перенесли удар по технике на берегу, ударили реактивными снарядами, скинули остатки бомб и стали бить врага из пушек. Вокруг озера все пылало. Оставшиеся в живых гитлеровцы, успевшие выскочить на берег, на кишом, кинулись во все стороны. Разгром в тот день летчики Пстыга врагу учинили полный. Точно вывели из строя целый полк. Жалости в тот момент уже ни у кого к противнику не осталось. Немцы сами на свои головы навели гнев советских солдат. Когда в 41-м Пстыга был сбит и шел по местности, уже оставленной нашими войсками, но еще не занятой врагом, то на всю жизнь врезался ему в память нескончаемый поток беженцев с мешками, узлами и самодельными тачками. Молчаливые и хмурые вышагивали старики, а женщины поминутно нервно оглядывались, не отстали ли дети. Вдоволь летчик тогда насмотрелся людского горя. Три раза видел он, как немецкие истребители набрасывались на безоружные колонны мирных жителей. Будучи сам летчиком, он не мог понять, как можно не отличить несчастные неорганизованные толпы от войск, но потом понял, что фашистские стервятники творили свое варварское, бесчеловечное и мерзкое дело сознательно. Дорога после их охоты оставалась буквально вымощенная трупами. Иван Иванович Пстыга во время Сталинградской битвы не только водил свою эскадрилью на штурмовку наземных целей, но и занимался другой, очень важной деятельностью. Неизвестно, как так случилось, но руководящего документа по боевому применению Ил-2, проще говоря, инструкции, не существовало. Хотя эти самолеты уже несколько лет были в эксплуатации. А раз так, то каждый летчик действовал по своему разумению, применял, может быть, не самые рациональные способы атак и поражения целей. Возможно, для опытных пилотов отсутствие инструкции в какой-то мере было дополнительным допуском на инициативу, а для новичков отсебятины и разнобой в понимании важнейших положений были недопустимы. И вот вблизи села Житкура начались исследовательские полеты. По специально разработанной программе Пстыга выполнил более 40 вылетов на полигон. Бомбил, стрелял, пускал реактивные снаряды, изменяя скорость, высоту и углы пикирования. А помощник командующего 8-й воздушной армии по воздушно-стрелковой службе полковника Янчук со своими подчиненными рисовали прямые и кривые линии, определяя точность попаданий и высчитывая синусы и косинусы. Во время этой работы уже достаточно опытный на тот момент Иван Пстыга буквально открывал Ил-2 с новой стороны. Впоследствии от некоторых сложившихся навыков даже пришлось отказаться. Жизнь показала, что на войне может быть как нигде, надо учиться. И наши летчики практически всю войну учились. Учились воевать. Учились и воевали. Примерно в то же самое время Иван Пстыга познакомился с заместителем командира истребительной эскадрильи, старшим лейтенантом Михаилом Дмитриевичем Барановым. Рядом с штурмовым полком располагался авиаполк истребителей. Баранов нередко сопровождал Пстыга во время боевых вылетов. Он защищал штурмовики от истребителей противника преданно и умело. Часто сбив очередной миссер Шмидт, Михаил просил у штурмовиков подтвердить победу. Стыга восхищался этим летчиком, его манерой красиво пилотировать истребитель, и хоть Михаил был младше, но многому научил Иван Ивановича. Как грамотно брать упреждения, куда прицеливаться и многим другим профессиональным тайнам. К сожалению, гвардии капитан Баранов погиб во время тренировочного полета. В октябре 1942 года Ивана Ивановича Пстыга назначили начальником воздушно-стрелковой службы 226-й штурмовой дивизии. Главную роль в таком решении сыграли его исследовательские полеты и непрекращающаяся после них работа по разъяснению летному составу существа найденных тактических приемов. Капитан простился со своими однополчанами и угол к новому месту службы в соседнее помещение, ибо управление 226-й дивизии размещалось там же, где и базировалась его и прежняя часть. Скоро Ивана Пстыга направили на передовую в стрелковую дивизию. Он сам высказал такую инициативу для изучения вопроса взаимодействия штурмовиков с боевыми действиями наземных войск и выработки предложений по их улучшению. Начальство поддержало его стремление и Пстыга провел на передовой три дня. Он познакомился с особенностями наземного боя, вблизи почувствовал его динамику. Увидел то, как ведет себя противник, как солдаты используют руины домов для организации обороны и как они маскируются. В первый же день пребывания на передовой Пстыга стал свидетелем налета штурмовиков на позиции врага. И хоть шестерка илов действовала грамотно и четко, но опытный глаз летчика разглядел такое, чего не мог заметить непосвященный в тонкости авиационного дела наблюдатель. К тому же Пстыга поймал себя на мысли, что из воздуха не увидел бы этого и действовал бы на месте ведущего также. Вернувшись из своей поездки, Иван Иванович написал статью «Три дня на передовой», которую опубликовали в дивизионной газете, а командиру дивизии сделал полный доклад. По настоятельной рекомендации Пстыга в боевых порядках наших войск в Сталинграде установили пункты наведения штурмовиков с радиостанциями. После окружения войск Паулюса Иван Иванович возглавлял восьмерку штурмовиков для борьбы с транспортными самолетами противника. А весной 43-го года его назначили помощником командира по воздушно-стрелковой службе нового третьего штурмового корпуса. Пстыга занимался сколачиванием и обучением подразделений и частей формируемого соединения. А уже когда корпус отправили на Брянский фронт, то Иван Иванович водил на боевые задания группы, которые не имели боевого опыта, проще говоря, обстреливал новичков. К тому же он занимался отработкой правил взаимодействия штурмовиков и истребителей. Во время Курской битвы Пстыга продолжал крестить эскадрильи, еще не имеющие боевого опыта, и каждый раз летал на задания с новой группой. А в августе 43-го 40 штурмовиков под командованием Пстыга разбомбили аэродром в Карачеве, вынудив тем самым авиацию противника уйти далее из Обрянск. Осенью того же года вместе со своим штурманом Осиповым Пстыга изложил письменно весь свой накопленный опыт. Осипов сделал штурманские и другие расчеты, а Иван Иванович подробно описал технологию боевой работы. Подход к цели, поиск цели, построение атаки, последовательность огня, оборону боевых порядков от истребителей и зенитной артиллерии, сбор после боя и возвращение домой. Этот труд на 60 страницах со схемами, чертежами и расчетами стал учебным пособием для летчиков 3-го штурмового авиакорпуса. Надо понимать, что эти люди были молоды и азартны. Те же самые Пстыга и Осипов в то же самое время, когда занимались своей исследовательской деятельностью, поспорили с начальником оперативного отдела штаба корпуса подполковником Захарченковым на предмет того, можно ли сдуть самолетом с дома соломенную крышу. За основу взяли дом, где располагался оперативный отдел самого Захарченкова. Словом, Пстыга и Осипов этот спор выиграли и крышу у дома сдули. Но вечером командир корпуса генерал Горлаченко, узнав об этом, вызвал их всех на ковер. Да так пропесочил. Более сотни Ил-2 в колонии Звеньями шли к аэродрому Идрица. Весна 1944 года принесла много хлопот. Полевые аэродромы вышли из строя, и поэтому на стационарном Идрицком скопилось более ста бомбардировщиков противника. Майор Пстыга в это время был командиром 893-го штурмового авиаполка, но теперь он ввел в бой весь третий корпус. Иван Иванович построил свои штурмовики лесенкой так, что каждое следующее звено летело чуть ниже предыдущего. При подобном строе вражеские истрепители лишались своего козыря атаковать с излюбленной позиции сзади и снизу, поскольку их встречал мощный и, главное, плотный огонь штурмовиков. Сверху же Илы прикрывал надежный щит из истрепителей. За вражеским аэродромом постоянно следили самолеты-разведчики, поэтому время для штурмовки было выбрано очень удачно. Советские штурмовики подлетели как раз в тот момент, когда немецкие бомбардировщики только что возвратились на аэродром. «Цель видите?» – запросил Пстыга ведущих групп, не выпуская из поля зрения заходящие на посадку юнкерсы. Ему ответили, что видят. «Перехожу в пикирование!» Майор Пстыга сбросил крупнокалиберную бомбу, обозначая цель, и в следующую же секунду подал команду. «Действуйте!» Началась штурмовка. Каждое звено заходило на свою заранее намеченную цель и атаковало ее. В зенитные батареи противника открыли огонь, но их тут же атаковали специальные экипажи штурмовиков, выделенные на подавление огневых средств. Пстыга вырвал машину из крутого пикирования, прошел за аэродром километров десять и, развернувшись, внимательно оглядел строй и стал вносить по радио необходимые коррективы. На обратном пути снова штурмовка. К идрицы тогда подошли вызванные уже с соседних аэродромов истребители противника. Они попытались было пробиться к штурмовикам, но не смогли. Истребители прикрытия атаковали их, несколько мессершмиттов сбили, а остальных разогнали. Аэродром был объят огнем, горели вражеские самолеты, склады с горючим и аэродромные постройки. Штурмовка оказалась исключительно удачной. В группе, вылетевшей на задание, в каждой эскадрилье был один штурмовик, с установленным на нем фотопулеметом. Штурмовики вели съемку с различных точек. Когда составили единый планшет из полученных фотоснимков, то убедились, что урон врагу был нанесен огромный. Разведка непрерывно уточняла данные потерь противника. Сначала сообщалось, что уничтожено 40 самолетов, потом 50. Решили запросить партизан, которые бы подтвердили или опровергли эти данные, но партизаны насчитали 60 уничтоженных вражеских машин. Иван Иванович Пстыга командовал 893-м полком до конца войны. Во время белорусской операции за удачное участие в ликвидации Витебской группировки полк получил почетное наименование «Витебский», а после штурмовки города-крепости Вильнюс за отличные боевые действия полк был награжден Орденом Красного Знамени. Великую Отечественную войну Иван Пстыга закончил в Германии в звании подполковника. Всего за годы войны он совершил 164 боевых вылета на штурмовку наземных целей и даже лично сбил два вражеских истребителя. После войны Пстыга был направлен на высшие офицерские курсы ВВС в Липецк, после их окончания служил на Дальнем Востоке, а затем учился в Академии Генерального штаба. Как-то Пстыга рассказал своим однокурсникам о случае, произошедшем в начале войны, когда был сбит самолет Су-2 его ведущего капитана Гудзенко советским же истребителем. Вместе с Иваном Ивановичем в группе учился трижды герой Советского Союза Александр Покрышкин. Он попросил повторить рассказ, а потом смущенно и расстроенно заявил, что это был он. В начале войны я действительно сбил Су-2, сказал Покрышкин. Был со мной такой страшный случай, не знал самолета Сухого, ведь они появились в частях перед самой войной, а вид у них совсем необычный, подумал, что фашист. Так Иван Иванович узнал имя летчика, сбившего его командира, но осуждения не было. В начале войны Пстыга и сам не знал очертаний самолетов МиГ-3, так они были засекречены, и часто прятался, когда те пролетали над их аэродромом. После учебы в Академии Генерального штаба Пстыга успел послужить в Ленинградском военном округе, также возглавлял ВВС группы советских войск Германии, а в 1967 году уже в звании генерал-полковника Иван Иванович был назначен заместителем главнокомандующего ВВС по боевой подготовке. При нем советская авиация достигла пика своего могущества. На вооружение принимались образцы новейшей техники, и несмотря на высокие звания и возраст, Иван Пстыга всегда лично совершал облет каждой машины. Он освоил 52 типа самолетов, а многим крылатым машинам дал путевку в жизнь. В 1975 году ему было присвоено высшее воинское звание маршал авиации, а в 1977 году Пстыга сформировал Центральную Инспекцию Безопасности Полетов Вооруженных Сил СССР. Именно тогда им была введена знаменитая формула безопасности полетов, как сумма слагаемых, качеств личного состава, законов летной службы регулярности полетов, руководства и управления полетами и надежности авиационной техники. Соблюдение свода правил разработанных Пстыга позволило найти наиболее эффективные пути обеспечения выживаемости летчиков и влиять на предупреждение аварийности. Эта формула безопасности, построенная на опыте всей жизни маршал авиации, действенно до сих пор. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 1978 года за личное мужество и отвагу, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, большой вклад в подготовку и повышение боевой готовности войск в послевоенный период и освоение сложной боевой техники, маршалу авиации Пстыга Ивану Ивановичу было присвоено звание Героя Советского Союза. Маршал авиации Пстыга Иван Иванович прожил долгую жизнь и скончался 23 февраля 2009 года в возрасте 90 лет. Всю жизнь он посвятил авиации и перед смертью работал консультантом военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского и был генеральным инспектором Министерства обороны Российской Федерации. После развала Советского Союза в 1995 году, к 50-летию победы, Министерство обороны Российской Федерации вручило Иван Ивановичу в числе других крупных военачальников маршальскую форму нового образца. Пуговицы с орлами он сразу сборол и пришил пуговицы с гербом Советского Союза. И шеврон тоже отрезал. Нечего обезьянничать перед американцами. Ну а фуражку с двуглавым орлом просто бросил в саду. Пусть в ней ворона совьет себе гнездо. Ни по форме, ни по аксессуарам она убеждениям маршала не подходила. Поздно мне менять убеждения, сказал Пстыга репортеру газеты. Правда.